Песчаная лихорадка, сотни миллионов гривен, каждый месяц вымывают из бюджета нелегальная добыча песка. Только в Киевской области действуют около 60 таких незаконных точек. Противостоять нелегалам пытаются активисты, чего уже добились в материале Евгений Коваленко. Это промзона Киева, недалеко от станции метро-выдобычи. Вокруг горы песка, более 300 тысяч тонн. Их нелегально намывают из Днепра. Это делают с помощью вот этих труб. И хотя сегодня здесь тихо, еще несколько дней назад работа кипела. Иногда даже среди ночи. Вот что сняли активисты. Когда мы приехали первый раз с водной полицией, мы зафиксировали 4 работающих земснаряда. Это было 23 августа. То есть работа была приостановлена и они были опломбированы. Но для тех, кто моет песок, это не помеха. Пломбы сняли и дальше добывают. Тогда активисты снова нагрянулись с полицией. Два земснаряда отправили на штрафплощадку. Еще два ждут, пока их отключат от электричества. Как выяснилось, эту территорию арендует компания «Мостострой». Но проблема в том, что спецразрешений на добычу песка у нее нет. Просто это все прикрывается документами, как будто они чистят дно. Около 20-30 машин в день выезжало. Груженные 40 тонны, полностью забитые песком. И все это было на бумагах, как будто это грязь. Эта компания «Падмостобуд» находится на стадии банкротства. И выполнять любых действий не может. В связи с этим была создана ТОМ «Мостобуд», который продолжает тут такую деятельность. И документов ТОМ «Мостобуд» никаких нет, для того, чтобы совершить расчистку или любые другие действия, связанные с выдающим песком или очищением дна. Только на этом участке, на выдающих, за год мошенники заработали 300 миллионов гривен. А всего в Киевской области около 60 таких незаконных точек. Цена на песок взросла в третьи. Если раньше она стояла где-то 35-40 гривен за тонну, то сейчас 120-140 гривен за одну тонну песка. И при этом собеварность выдающего песка, она очень мизерная. С ним же ничего не нужно, например, как нафту где-то под землей, как янтар, как-то бурштин вымывать. Он просто лежит на дне, его просто нужно звездо вынимать. В прокуратуре Киева открыли уголовное производство. На следующей неделе суд по поводу ареста спецтехники у песчаных нелегалов. Однако доказать их вину не так просто. Необходимо установить размер заданных вбитков и для этого провести, соответственно, экспертизы. На зале экспертные установки через завантаженность и недостаточность кадров неможливо провести швидкие досудовые расследования и притягнуть до ответственности виновных людей. Если вину браконьеров докажут, то им грозит штраф либо лишение свободы до 5 лет. Всего в прокуратуре Киева сейчас расследуют 14 дел по поводу незаконной добычи песка. Активисты заявляют, такие масштабы приведут к катастрофе. Подмывается Южный мост, пропадает в течение Днепра, гибнет рыба, погибает вся флора и фауна. А на днях в Бориспольском районе под Киевом пресекли работу еще одной нелегальной точки по добыче песка. При обыске у бухгалтера предприятия изъяли целый арсенал оружия. Евгения Коваленко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.